Книга «Открытым оком», тема «Святая Библия», 7-й том, вопрос, 1977. «Знали ли святые мужи пустынники?» – толкование Библии, – отвечает Игнатий Тихонович. «Некоторые знали. Но где речь шла о благовестии, с ними как будто по мрачению ума происходило. Самые великие и уважаемые мною, они как под гипнозом начинали бредить в пустыне и убегали в горы, как будто и не держали в руках Библию. А очень многие толкователи, сами не согласуясь с Библией, их понимание было, и это не скрыто и не исправлено до ныне». Римлян 2, глава 21 стих. «Как же ты, уча другого, не учишь себя самого?» Матфея 15, глава 14 стих. «Оставьте их, они слепы и вожди слепых, а если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму». Матфея 23, глава 24 стих. «Вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда поглощающие». Примеры жития святых. Крилл Александрийский, 9 июня. «В Нижнем Египте проживал тогда некий старец, известный своей святой жизнью. Несмотря на это, он как человек необразованный и простой, придерживался одного неправильного мнения. Именно по своему невеженству старец увеждал, что Мелхиседек есть сын Божий». Деяния стихотворения. Деяния апостолов сплошное обличение. Нам, православным, надо обно сравнить, какой мы веры и что же за учение нам заповедно от Господа хранить. Читай построчно первую главу. Иду во след учеников христовых. Шум многих вод, их проповеди звук. Приверженцев приобретают новых. На крышах ветер, полотна не видно. Корнилий не приходит и слуг не присылает. В сосудах не вино, варенье и повидло, а проповедники заменены ослами. Одно единственное общее стремление. Один всепотопляющий пожар. Всем возвестить Христово искупление. Бесценный благодатный дар. Их проповедью, понятно, нациям планеты, потопам исцеляющей воды. Растапливало лед, и приходило лето, и оживали мертвые сады. Молились вместе к господину Жатвы. Прислать скорее делателей в поле. Рождались общины, и возникали братства. Их называли хлебом жизни, солью. Идите в мир, ловцы бессмертных душ. Всем проповедуйте Евангелие всюду. Среди семих светильников великий муж. Нет чуда большего, чем воскресенье чудо. И день сегодняшний, епископ приезжает. Подразумевается апостольский преемник. Богослужение сразу, всегдашним урожаем. Незерна полные, полит, мякиный веник. Мы прочитали 28 глав. Построчно, с рассуждением, сравнение. И если правы мы, тогда Христос не прав. Не проповедь у нас, а уставное пение. 2001 год, Игнатий Тихоныч Лапкин.